Состоялось очередное совещание Ресурсного центра в сфере национальных отношений Единства Российской Нации Регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России. В рамках встречи для членов организации провели экскурсию в редакции телеканала ЛРТ. Началось совещание Ресурсного центра Регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России с краткого представления участников. Член общественной палаты с 2010 года. Как раз тоже курирую междунациональные отношения в общественной палате. Кроме этого, руководитель регионального московского областного отделения Ассамблеи народов России. С 2008 года член Конституционного совета по делам национальности Московской области. Сопределатель армянской общины со стороны. В общем, занимаюсь общественной жизнью и готов помогать и делиться своими практиками. Среди основных вопросов повестки дня развития сотрудничества с Российским государственным университетом туризма и сервиса. В частности, с филиалом, который находится в Пушкинском районе. А также планы мероприятия ресурсного центра на конец 2017-го, начало 2018 года. Почему бы нам не сделать некий автопробег? Московская область, Риотов, Люберцы есть, Мытищи, Пушкина, Дубна, Химки, Домодедово, Подольск, Серпухов, Руза. Где более-менее что-то прям сильно происходит. Почему бы нам не сделать этот некий поезд дружбы? Вот 2018 начинается. Вот подумайте, в какое время, в принципе, можно выдвинуться. Кроме того, среди предложений прозвучала идея провести игру со студентами, посвященную теме межнациональных отношений. А также разработать направление в деятельности ресурсного центра, которое будет нацелено на поиск грантов для национальных организаций. Далее в рамках встречи для всех гостей провели экскурсию в редакции телеканала ЛРТ. У нас четыре рабочие группы, которые работают ежедневно, пишут новости. У нас канал круглосуточный, 24 часа в эфире. Мы в формате HD выходим. На сегодняшний день считаемся одним из самых крупных представителей подмосковного телеканала. Как работает новостная редакция, сколько людей нужно, чтобы создать один сюжет, какую технику используют операторы и монтажеры. Об этом и о многом другом узнали гости канала. Также они заглянули в святая святых, в съемочную студию и увидели, как выглядит звукозаписывающее ателье. После экскурсии – обмен подарками, национальной литературой и творческими разработками. Игра, рассказывающая о 20 народах, проживающих на территории Российской Федерации. Понятно, что эта игра не может показать все многообразие, но, начиная с малого, можно дойти до 193. Есть с чего учиться. Да, есть с чего начинать, есть с чего учиться. Завершилась встреча членов ресурсного центра в сфере национальных отношений единства российской нации дружеским чаепитием. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова